Чем полезен лавровый лист для суставов? Как правильно приготовить и принимать отвар из него? В каких случаях надо использовать другие средства? Смотрите видео до конца, расскажем о пользе лаврового листа для суставов. Заболевания суставов довольно распространены в современном мире. Это происходит в результате неправильного питания, нерационального двигательного режима, часто возникающих воспалительных и инфекционных заболеваний, предрасположенности к аллергии. Существует множество медикаментов и народных средств против болезней суставов. Мы хотим познакомить вас с домашним лекарством от боли и воспаления в суставах, сделанном на основе всем знакомого листа лавра. Оно недорогое и эффективное. Чем полезен лавровый лист для суставов? Применение в виде отвара, настоя или компресса облегчает такие ощущения, возникающие при патологических состояниях суставов, как болезненность, беспокоящая в покое и усиливающаяся во время движения. Отечность области пораженного сустава, увеличение его в объеме и изменение конфигурации. Нарушение кровоснабжения и лимфотока, приводящее к усилению воспаления. Покраснение и повышение температуры кожи над больным суставом. Развитие дисфункции иммунитета, аутоиммунной патологии, при которой атакуют собственные антитела. Бактериальная и вирусная агрессия, приводящая к воспалению. Отложение соли на суставных костных поверхностях, которые растворяются и выводятся под влиянием отвара. Лавровый лист богат полезными нутриентами, именно поэтому применение его способствует улучшению самочувствия при артритах и артрозах, заболеваниях позвоночника, подагре. Биологически активные вещества в составе. Жирные кислоты и эфирные масла. Фитостерины и дубильные вещества. Витамины группы В, витамины А, С, ПП. Множество минералов и органических кислот. Мелиссовый спирт. Скоро видео продолжится, а пока подпишитесь на канал, это совсем не сложно, но очень полезно. Будьте всегда в курсе тем новых выпусков. Как правильно приготовить и применять отвар из лаврового листа? Лавровые листья можно купить в каждом продуктовом магазине. Если будете лечиться с применением этого средства, то сразу покупайте большие упаковки. Чтобы приготовить отвар, понадобится 25 листочков лавра и 800 мл воды. Залить сырье водой и поставить на огонь. Довести до кипения и проварить в течение пяти минут. Крышку не закрывать. Потом перелить в термос и настаивать 4-5 часов. Перед употреблением процедить. Полученный раствор принимать в течение дня небольшими порциями. Пропить в течение трех дней. Каждый день надо готовить новый отвар. После трех дней применения перерыв три недели. Потом все также повторить. Проводить раз в полгода. Одновременно с использованием отвара можно делать компрессы на больной сустав из настоя. Настой делать просто. Надо залить 10 листьев лавра 600 мл кипятка и настоять 2 часа, предварительно закрыв и укутав. Для компресса надо развести настой водой в пропорции 1 к 1. Смочить в нем марлю и наложить на больной сустав. Сверху пленка и теплая материя. По времени держать компресс не более двух часов. Напишите в комментариях, приходилось ли вам пользоваться лавровым листом с лечебной целью. В каких случаях надо использовать другие средства? Поскольку лавровый лист содержит в своем составе много активных ингредиентов, то воздействие его на организм может привести к непредсказуемым последствиям и развитию побочных проявлений. Не стоит применять внутрь лавровый лист при индивидуальной непереносимости и склонности к аллергическим реакциям. На фоне выраженной сердечно-сосудистой патологии, нарушениях свертываемости крови. Если имеется почечная или печеночная недостаточность, когда обострились язвенно-воспалительные процессы в желудке или кишечнике, в случае тяжелого течения сахарного диабета, во время всей беременности и периода лактации. При употреблении лаврового листа в качестве отвара или настоя следует соблюдать правила. Обязательно следовать рекомендациям и предварительно посоветоваться с терапевтом. Воздержаться от мясных блюд и алкоголя. Есть больше свежих овощей и некислых фруктов. При появлении неприятных симптомов или развитии аллергии прекратить использование средства. При соблюдении рекомендаций и отсутствии противопоказаний уменьшатся боли в суставе, восстановится двигательная активность. Лавровый лист – сильное и эффективное средство. Только обязательно, предварительно проконсультируйтесь с врачом. Проконсультируйте.